Всех приветствую! Сегодняшнее видео будет посвящено недавно вышедшей в открытый тест игре Enlisted. Разработчиком данного шутера является компания Gaijin, известная, наверное, многим по игре War Thunder. Не буду вам ничего рассказывать про предысторию выхода Enlisted, уверен, что это не сильно вам интересно. Поэтому давайте поскорее перейдем к делу. Отмечаю, что данное видео вмещает в себя только мое субъективное мнение, приобретенное во время игры в данный шутер. Да я просто зверь! Начать мне бы хотелось с самого важного в любой игре, с геймплея. С одной стороны, в Enlisted он довольно прост и банален. Сейчас объясню почему. С другой же стороны, он вмещает в себя некоторые вещи, на которых мне бы хотелось акцентировать ваше внимание. Потому как, по сути своей, игра является тактическим многопользовательским шутером, давайте поговорим о режимах, которые у нас присутствуют в мультиплеере. Тут, мягко говоря, все совершенно не по-богатому. Присутствуют только два режима, каждый из которых, я уверен, максимально приелся и знаком каждому пользователю. Первый представляет из себя захват независимых друг от друга контрольных точек, которые расположены по всей территории карты. Уверен, что большинство из вас знает данный режим под наименованием Conquest. Второй предлагает поэтапный захват взаимосвязанных друг с другом контрольных точек, по сути аналогично тому, как это происходит в игре Battlefield в режиме штурм, он же Rush. Что касается необычных, а возможно даже для кого-то на первый взгляд противоречивых моментов, в этой игре нам предстоит бегать не одному. В нашем подчинении находится целое отделение или небольшой отряд солдат. Причем внезапно эти солдаты не являются настоящими людьми, а являются ботами. Базовый функционал которых заключается в том, что они бегают за вами и помогают вам в боях. Между вашими бойцами, кстати говоря, можно переключаться прямо в игре, нажав всего лишь одну клавишу. Для управления отделением в игре реализован некоторый минималистичный функционал приказов. Вы можете дать своим подчиненным задачу удерживать позицию, атаковать или защищать контрольную точку. Как я уже говорил, возможно огромному количеству людей с первого взгляда покажется, что этот функционал будет только раздражать и отвлекать вас от игры. И должен вам признаться, в первые минуты в Enlisted я был с вами полностью солидарен. Но стоило мне немного привыкнуть, и я понял, что такая геймплейная механика решает огромное количество проблем. Чтобы вам было более понятно, о чем я говорю, давайте приведу пример. Когда на карту прогружается 16 человек, то есть 8 с одной стороны и 8 с другой стороны, это совершенно не означает, что на поле боя будет бегать только 16 игроков, 16 моделек. На самом же деле их будет как минимум 64, потому что каждый человек имеет с собой, во всяком случае, трое сподручных. За счет этого разработчики, я уверен, попытались решить проблему массовости, без которой не обойтись в сражениях, которым посвящена данная игра. Более того, я уверен, что подавляющему числу игроков далеко не приятен тот момент, когда вы умираете и вам снова надо бежать от точки респавна до места боя. В данном же случае, у вас зачастую есть, как минимум, еще одна попытка отыграться за свою смерть. Еще хочешь? Вовчик, ты там бежишь кидать на него гранату? Да. Я не знаю, страха не знаю. Ты сильный? Да, я сильный. Ты матерый? Да, я матерый. Даже не знаю, что произвести. Я даже не знаю, что такое матерый. Не возьмешь! Есть в англиста две чрезвычайно важных вещи, которые на данном этапе открытого тестирования вызывают у меня противоречивые впечатления. Еще раз напоминаю, что это субъективизм, но думаю, многие из тех, кто поиграл в игру, со мной согласятся. Первая вещь, которая, по-моему, нуждается в доработке в этой игре, это стрельба. То, как себя ведет оружие в игре, делает его каким-то безликим и искусственным. По-моему, оно вообще имеет мало чего общего с теми реальными образцами вооружения, которые представлены в игре. Ну, разве что, за исключением того, как оно выглядит. Тут у меня вообще никаких претензий нет, все сделано нормально. Большую часть времени я пробегал, используя полуавтоматические винтовки СВТ-38 за СССР и за немцев ГИВЕР-41. Субтитры сделал DimaTorzok На основании того, что я увидел и ощутил, могу сказать следующее. Винтовки, похоже, друг на друга, как две капли воды. Между ними практически нет никакой разницы, за исключением звуков и визуально, понятное дело, составляющей. В этом, в общем-то, по-моему, и заключается та самая безликость, о которой я говорил несколько секунд назад. Что касается отдачи, тут ее практически нет. В отличие, например, от советских и немецких пистолетов-пулеметов, там ситуация гораздо лучше и интереснее. Используя же полуавтоматическую винтовку, для вас не составит абсолютно никакого труда выпустить весь ее магазин в одну точку. Причем сделать это можно еще и довольно быстро. В качестве возможного решения, я все-таки рекомендую немного поднять отдачу. Ну и вторая вещь, о которой я обязательно должен вам сказать, это искусственный интеллект. Мягко говоря, на данном этапе игры он оставляет желать лучшего. Если вы, пускай даже в одиночку, встречаетесь с отрядом противника, вы, грубо говоря, ведете бой только с его командиром, то есть с человеком. Боты же фактически стоят в сторонке и не оказывают должного сопротивления, поэтому они являются довольно легкой целью. С их передвижениями, как правило, нет серьезных проблем и двигаются они в целом довольно логично. Иногда, правда, они забегали вперед меня, когда я с кем-то перестреливался, но это уже дело десятое. Основная моя претензия заключается в том, что они практически не стреляют, даже тогда, когда видят противника. Поэтому они не представляют из себя как серьезные угрозы, так и надежного сокомандника. Поэтому я считаю, что их просто надо сделать немного более сложными. От меня не спрячешься! Я на немцы залезу. Что? Я на немцы залезу. Ёп. Точка наша! Выдвигаемся к следующей! Кружу пазики! На тебе, гад! Переходим к графической составляющей игры. Тут, на самом деле, каждый может сделать свой вывод, опираясь хотя бы на видеоряд, что я вам дал. Мое мнение такое. Графика, конечно, на любителя, но мне, например, понравилась, за исключением некоторых вещей. Давайте начнем с плюсов. Мне, например, очень понравилось то, как сделаны заснеженные локации. Все вокруг выглядит хорошо. Здания, растения, персонажи, грязь, снег и так далее. Текстуры иногда, конечно, заставляют желать лучшего, но в целом в глаза не бросаются. На локации деревни, где зима не настолько суровая, я думаю, играющие поймут, о чем я, наблюдается несколько неприятных нюансов. Почему-то трава на этой карте имеет неестественно зеленый оттенок и больше напоминает какие-нибудь водоросли, нежели траву, которая показалась из подснежного покрова. К освещению именно почему-то на этой локации я также отнесся скептически. Почему-то вся картинка выглядит засвеченной и, более того, является излишне контрастной. По-моему, она должна быть немного более спокойной. И еще одна проблема, которая также, по-моему, менее проявляется на заснеженных локациях. Если вы присмотритесь, то в воздухе все витает какая-то дымка, которая больше похожа на, опять-таки, засвеченный ореол. Не знаю, почему она здесь конкретно присутствует, по-моему, на зимних локациях она менее видна. Но мне, если честно, вот не понравилось. Ну и самое, пожалуй, неприятное, что я отнес к графической части, это то, что сопровождает эффекты стрельбы и полета всевозможных снарядов. Это дурацкие дымные следы, которые летят за абсолютно всем, что вылетело из ствола. Будь то снаряд артиллерии, которая там стоит за 10 километров, или какая-нибудь пуля. За всем есть этот дебильный дымный след. Я знаю, что в War Thunder есть аналогичный эффект, и, возможно, даже он там как-то смотрится, но для этой игры это просто абсолютно никак. Я уверен, что разработчикам про это уже не раз писали и говорили, думаю, что они обязательно должны на это обратить внимание. Вот так! Говорить про контент в Unlisted пока, по-моему, особого смысла нет. Очевидно, что это открытый тест, и воспользоваться как минимум огромным арсеналом оружия у вас здесь не получится. В доступе только два десятка всевозможных пушек. То же касается локаций, то на данный момент их только три. Тем не менее, дальнейший вектор развития понятен. Система устроена таким образом, что за некоторые очки, которые вы набиваете в боях, вы сможете открывать полки дивизий, которые участвовали в битве за Москву. Полки же, в свою очередь, открывают вам доступ к уникальному в контексте данной игры вооружению, которым вы в перспективе можете воспользоваться в бою. Например, один из таких моих полков открывал мне доступ к противотанковому ружью. В дальнейшем, из бойцов, приписанных какому-то полку, мы сможем формировать отряды, вооружать их, прокачивать и так далее. Также разработчики обещают добавить другие театры боевых действий, где вы сможете открыть новые полки новых дивизий. В общем и целом, такая концепция показалась мне интересной, и прокачивать боевые соединения, которые даже в текущем объеме присутствуют в игре, довольно нескучно. И последний игровой аспект, насчет которого я хотел бы высказаться, это рекомендуемые системные требования и, в общем-то, оптимизация. Насчет системных требований, вы сейчас видите их на своих экранах, и я бы, в принципе, не сказал, что они прямо сильно лояльны, но тем не менее, это гораздо лучше, чем у большинства современных новинок. С оптимизацией судить, по-моему, гораздо тяжелее, все-таки я считаю, что моя конфигурация больше подходит под описание выше средней, можете ознакомиться с ней в описании. Но тем не менее, могу сказать, что в разрешении 2К на таком вот компьютере я имел фреймрейт в большинстве случаев больше, чем 100 кадров в секунду. С этим покончено! Обо всем конкретном, в принципе, я уже вам рассказал, и теперь настало время подвести итоги. Игра, по крайней мере, для меня в первые минуты, мягко говоря, не вызвала никакого эффекта вау. Первые бои прошли в атмосфере полного хаоса и непонимания, что надо делать, и вдобак это все усложнялось непонятными, как я уже сказал, эффектами и пересвеченной картинкой, потому что я как раз-таки попал на незимнюю карту. Ну и, пожалуй, главное, это то, что первые впечатления для меня игру показали как ту, которую я, в общем-то, вообще не ожидал. Будучи уже знакомым с некоторыми продуктами компании Гайджин, я ожидал, во всяком случае, менее динамичную и более, как бы, это, блин, сказать, реалистичную игру. А в итоге я получил, ну это субъективно, опять-таки, что-то наподобие аркадного Баттлфилда, только завернутого в историческую обертку. Я же, например, ожидал что-то аналогичное многим известной серии Red Orchestra. Поэтому я считаю, что разработчики должны проделать большую работу по представлению игры той, какой она является, для потенциального сообщества игроков. Ведь, в общем и целом, она далеко не является плохой. Я надеюсь, что донес до вас это через обзор. Надеюсь, что ролик был для вас полезным и вы согласились с большей частью аргументов, что я привел в этом обзоре. Прошу вас перейти в секцию комментариев, если вам действительно есть что сказать. Я с большим удовольствием ознакомлюсь с вашим мнением. На этом вынужден заканчивать. До новых встреч!